Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. На Руси осень считалась одним из наиболее подходящих для свадьбы сезонов. Любящие пары спешили скрепить свой союз именно в это время года. А свадебный период длился с 14 сентября до 28 ноября, до начала рождественского поста. А еще, если обратиться к опыту наших предков, то мы увидим, что на Руси первенствующее место в семейном укладе занимала духовная сторона жизни всех членов семьи. Жизнь в присутствии Божьем, в исполнении его заповедей, в следовании за Христом. Умелое строительство дома во всех его проявлениях в XVI-XVII веках называлось домостроительством, а сборник советов и наставлений на обозначенные вопросы – домостроем. Главы из этого знаменитого древнерусского произведения, а также другие сочинения, посвященные устроению семьи, собраны в книге, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Что такое подлинная христианская семья? Как ее устроить? Как достичь семейного счастья? Вырастить здоровых, умных, верующих в Бога детей? Сколько бы веков ни прошло, этот вопрос всегда будет актуальным, и ответ на него будет искать каждый, кто предполагает создать крепкую семью. Ответы на эти вопросы призван дать сборник «Большой домострой» или «Крепкие семейные устои, освященные церковью», выпущенные в свет издательством «Сибирская благозвонница». В сборник вошли знаменитые документы по учению Владимира Мономаха, домострой, юности «Честное зерцало», а также произведения священномученика Владимира Бога Евленского и архиепископа Никона Рождественского. Завершают книгу размышления нашего современника митрополита Калужского и Боровского Климента. Составитель сборника, игумен Митрофан Гудков, после многолетнего стояния у исповедального аналоя, утвердился в мысли, что православному человеку следует как можно чаще обращаться к опыту благочестивых предков. Опыту, который современные духовные писатели выражают емкими словами, живите с ощущением, что вы зримы Господом. По словам издателей, эта книга задумана составителем как своеобразное пособие по мирскому домостроительству, точнее, как самое общее введение в эту трудную, быть может, одной из самых трудных на Земле наук. Подобно всякому зрелому творчеству, сотворение семьи в согласии с русской православной традицией невозможно без осмысления опыта предшественников. Увы, говорят издатели, большинство из нас в этом отношении можно сравнить с неразумными наследниками, которые не только не вступили в завещанное великое владение, но даже не догадываются о таковом. Поэтому пришло время собирать и очищать разбросанные по нашему нерадению камни. Открывает данную книгу по учению Владимира Мономаха. Напомним читателям, что великий князь Киевский Владимир Всеволодович по прозванию Мономах был правнуком равнопостального князя Владимира. Он оставил потомкам прекрасное завещание, читая которое мы как будто слышим простые и мудрые речи лучшего из древних наших государей. Этого твердого, крепкого верой в Бога, любимого народом великого князя Древней Руси. Его завещание или поучение – это святой завет нашей старины. Это голос из тех времен, когда в скиевских пещерах подвязались святые отцы Печерские и по сей день нетленно там почивающие. Много лет прошло с того времени, как написано это завещание, а оно и ныне имеет всю свою силу, и ныне поучительно для каждого сына русской земли. Со дней его написания, по мнению отца Митрофана, не было еще, пожалуй, поколения, которое бы также нуждалось в письменных наставлениях, как мы, вступающие в жизнь сегодня. Дети, внуки и правнуки великого князя Владимира Всеволодовича впитывали суть завещаемого с молоком матери. Вот, например, такие поучения. Прежде всего, говорит князь Владимир, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную. Это ведь начало всякого добра. Научись, верующий человек, быть благочестью, свершителем. Научись по евангельскому слову очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению. Иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа ради, лишаемый – не мсти, ненавидимый – люби, гонимый – терпи, хулимый – молчи, умертви грех. Бога ради не ленитесь, увещевает своих детей, а вместе с тем и нас – князь Владимир. Далее за поучениями Мономаха следуют отдельные главы и знаменитого домостроя, касающиеся духовного, мирского, домового строения. Первая часть домостроя – это, как говорится в предисловии, поучение и наказание отцов духовных ко всем православным христианам, о том, как веровать во Святую Троицу и Пречистую Богородицу, и в крест Христов, и в небесные силы, и святым мощам поклоняться, и тайным святым причащаться, и как остальной святыне прикладываться, о том, как царя почитать и князей, святителей, священников и монахов, и с прилежанием им внимать, и поучения их слушать, словно из божьих уст. Во второй части произведения представлен некий устав о мирском строении, о том, как жить православным христианам в миру с женами, с детьми и с домочадцами, как наставлять их и поучать, и страхом спасать, и сохранять их в чистоте душевной и телесной, и о них заботиться, как о собственной части тела. В третьей части дан устав о домовном строении, как учить жену и детей, и слуг, и как всякий запас собирать, и хлебный, и мясной, и рыбный, и овощной, и о домашнем хозяйстве, особенно в сложных делах. Да, еще столетия назад дышал библейская патриархальность уклад крестьянских и купеческих семей. И свет этого жизнеустройства отразился в прозе Ивана Сергеевича Шмелева. Об этом свидетельствует произведение «Лето Господне», фрагмент которого также представлен в этой книге. По мнению издателей, наследник – тот, кто усвоил дух наследия. В его руках воспринятое богатство становится достоянием. Как прямые продолжатели обустройства жизни в традициях древнерусского благочестия говорят с читателями и современники Ивана Шмелева, архиепископ Никон Рождественский и митрополит Владимир Богоявленский. Но в условиях надвигающейся общественной смуты главной заботой этих писателей становится научить своих собеседников отделять зерна от плевел, истинные ценности от подделок. Неподдельная тревога о будущем церкви и страны пульсирует в высказываниях митрополита Калужского и Боровского Климента. Избранные выдержки из проповедей, докладов и интервью владыки завершают данное издание. Эта книга, по словам издателей, является в какой-то мере экзаменом на наше право называться наследниками, на нашу способность отличить важное от второстепенного. Не утонем ли мы в богатырских одеждах с плеча наших благочестивых предков, почитавших семью как малую церковь? Осознание собственной немощи, быть может, первый урок, который должен извлечь современный православный человек, берущий на себя труд изучить опыт предшественников. И другой великий урок, завещанный нам, меру чаемому благоустроению семейной жизни, задает только любовь. На этом, дорогие друзья, нам пришла пора прощаться. Книги, о которых мы вам рассказываем, вы найдете в церковных книжных магазинах. Мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok